Добрый день, меня зовут Андрей Болмейстер. Я преподаю философию, провожу разные семинары, занятия. И слушатели, студенты меня часто спрашивают, как читать философскую литературу, особенно философскую классику. Я попытаюсь дать несколько советов. Вначале скажу несколько слов о том, зачем читать. Дело в том, что когда мы читаем, у нас активизируются определенные участки мозга, которые связаны с аналитическим мышлением, с активной способностью воспринимать и обрабатывать информацию. Что такое сам по себе текст? Это набор абстрактных символов, букв, из которых мы собираем смысл. Мы собираем из букв слова и слов предложения. И постепенно эти предложения открывают нам смысл, если мы умеем с этими предложениями работать. Такого эффекта не возникает, когда мы смотрим телевидение или смотрим ролик в Ютьюбе, потому что там мы пассивно воспринимаем информацию. И хотя видеоряд иногда очень важен, особенно в разного вида презентациях или представлении каких-то исторических событий или процессов, происходящих в космосе или в человеческом организме, все равно видеоряд – это более пассивное восприятие. Поэтому чтение, обобщаю, это важный элемент нашего развития, аналитического, критического мышления. Но перейду теперь к философским текстам самим последствиями. Сложные книги философской традиции. Собственно, самые сложные – это две. Это метафизика Аристофии. Она никогда не предназначалась для чтения. Это запись Аристофии для себя, которая позднее, спустя несколько столетий, были собраны в единых книгах. До сих пор эта книга тайна, и многие разделы нам непонятны. Но это основание философской традиции европейской. Это метафизика Аристофии. И, конечно же, критика чистого разума Канта. Если перевод Канта на русский язык очень качественный, то пока русский Аристотель существует в таком виде сложного, непонятного текста. Если говорить об украинском Аристотеле, его еще не существует. Он еще предстоит создать. Так вот, когда мы читаем эти тексты, открываем их, что мы там видим? Мы видим сплошные главы и страницы очень сложного текста, который нам не поддается, который от нас как бы закрыт. И возникает вопрос, как преодолевать эту сложность, как преодолевать закрытость. Хорошо, если есть преподаватель или лектор, или наставник, с которым можно обсудить сложные места критики чистого разума, например. Так делал Чарльз Пирс, два года обсуждая эту книгу со своим отцом, выдающимся математиком, американским. До этого Пирс три года читал «Придик чистого разума Канта», начиная с 16 лет, два часа в день, на протяжении трех лет. И потом еще два года обсуждал эту книгу со своим. Так вот, если у нас нет такой возможности, ни отрядом, ни преподавателей, ни наставников, ни людей разбирающихся, мы сами хотим понять этот текст, мы должны усвоить для себя несколько, не то чтобы правил, но и принципов, скажем, несколько важных моментов. Первый из них мы должны спросить себя, а зачем нам нужно читать эту книгу, эту физику или критику чистого разума Канта? Что мы хотим от этой книги? Потому что большинство философской литературы – это не информация, это не тексты, которые дают нам максимальный объем информации, которую мы можем поглотить за минимальное количество времени. Это не газеты, это не романы, это не что-либо простое, поэтому первое, чему мы должны научиться – это терпение. Мы должны понять, что это чтение длительное и вдумчивое, что какие-то страницы нам придется перечитать десятки раз, а может быть и сотни раз. И каждый раз, прочитывая эти страницы, возвращаясь снова к темным непонятным местам, мы пытаемся все больше и больше увеличивать пространство света, все больше и больше понимать то, что содержится в этих страницах, в этих главах. То есть это ответ на вопрос «Зачем?». Мы хотим научиться читать философский текст, мы хотим научиться мыслить. Мы хотим научиться мыслить у людей, которые считаются эталоном мышления. Аристофель, Декарт, Таннер, другие авторы, Вильгельштейнер. И это связано вначале с терпением. Второй момент очень важный. Как нам продвигаться в чтении? Вот я сказал, что само чтение вообще – это собрание из абстрактных элементов смысла через слова, предложения. Точно так же и здесь. Например, даже если мы знаем русский язык, текст канта для нас не будет понятен с 10-го и 22-го. Здесь мы выступаем своего рода переводчиками, когда сложный текст канта пытаемся перевести на свой язык. Поэтому я бы и сказал, что второй шаг – это попытка перевода. Вначале мы должны понять, как устроены эти предложения, пытаться понять, что в них говорится на уровне грамматики, на уровне синтезиса. Потом мы пытаемся понять, что же вообще хочет нам сказать Канта. Для этого я предлагаю небольшое упражнение. Взять планшет или лист бумаги А4. И ту или иную главу, а эти книги разбиты на небольшие главы, попытаться представить в виде небольшого аналитического фрагмента. Например, попытаться уместить страницу Канта на полстраницы листа А4. И двух абзацев на планшете, и в компьютере, и как вы будете набирать. То есть при этом никогда не передавайте мысли Канта или Аристофеля словами самого Канта или Аристофеля. Попытайтесь найти для них какие-то другие слова, другие мысли. Попытайтесь их предложения по-разному переформатировать, по-разному сформулировать, сократить до предела. И выстроить некую схему. Вот когда мы пересказываем какой-то фильм, какой-то роман или повесть, речь идет о реконструкции сюжета. Спросите себя, о чем эта глава? Каков краткий сюжет этой главы? Какая главная идея этой главы? На что нанизываются все эти предложения? Таким образом, мы как бы обнаруживаем ядро некоего смысла, некоей несущей идеи, вокруг которой выстраивается сам текст. Попытайтесь это сделать. Итак, внимание, усидчивость, терпение и аналитические способности, которые мы практикуем, читая этот текст. Когда вы будете читать главу за главой, у вас будут нарастать ваши аналитические материалы. Скажем, появится 3, 4, 5 страниц анализа текстов. Попытайтесь поставить вопросы по поводу прочитанного. Попытайтесь проговорить с кем-то, пусть это даже будет ваш друг или ваш знакомый, который также чем-то интересуется, например, интересуется философией. И здесь текст уже должен оживиться в разговоре. Очень важно, чтобы у вас были друзья. Не даром философия, философия, филиос, это друг, это занятие в кругу друзей. Если вы читаете один, вам немного сложнее, но тогда у вас возникает разговор с самим собой. Так был заглавлен один из трактатов Марка Аврелия. «Наедине с самим собой, разговор с самим собой». Но это требует еще дополнительных усилий. Здесь легко устать в разговоре с самим собой. Очень сложно найти ресурсы этого внутреннего диалога. Августина из трактат «Соли Локли» или «Монологи», разговор с самим собой. То есть это будет следующий шаг. У вас постепенно будет накапливаться количество страниц, написанных вами, вашего перевода текстов Канта или Истофии, или Декарта. И вы попытаетесь эти тексты обсуждать. Или с друзьями, с близкими вам людьми, или в внутреннем монологе с самим собой. Таким образом, этот текст или музыка философского смысла, содержащаяся в тексте, как в паркетуре, постепенно будет вами исполняться. Вы как бы исполняете этот смысл, описывая его на листе бумаги и проговаривая его своими друзьями, своими близкими людьми, как бы оживляете его как исполнитель, как музыкант, как мастер смысла. Это пока первый шаг, который мы сделаем, разбирая и отвечая на вопрос, как читать философские тексты. У нас будут очень краткие беседы на эту тему, и вы можете свои вопросы задавать внизу этого ролика. Те вопросы, на которые я буду стараться отвечать в следующих наших беседах с вами. Всего доброго. Меня зовут Андрей Баумейстер. И сегодня вторая беседа на тему, как читать философские тексты. В прошлый раз я говорил о трех вещах о терпении, о внимательном и вдумчивом чтении и об анализе текстов. О том, что читая тексты, мы учимся анализировать. Сегодня я хотел бы сказать еще о двух важных вещах. Первая из них – это радость, а вторая – польза. Но прежде чем перейти к этим двум важным вещам, я скажу несколько слов в предисловии. Меня часто спрашивают в переписке и после лекции, с чего начинать заниматься философией, с каких текстов следует лучше начинать. И я думал вот этим вопросом, пытался находить литературу для начинающих, и в конце концов пришел к тому выводу, что нет смысла читать литературу наподобие Канта за 30 минут или Хайдегера за 30 минут, Хайдегера для чайников. Дело в том, что чайникам не нужен Кант и Хайдегер, и вся подобного рода литература не дает никакого эффекта. Важно сразу читать тексты без скидок. Сразу брать и читать оригинальные философские тексты. И здесь я бы рекомендовал начинать сразу с чьи не делалов Платон. И когда мы начинаем читать сразу эти тексты, мы сталкиваемся еще с одной вещью. Это то, что тексты до 17 века имели природу эзотерическую. Они не предназначались для широкой аудитории. Ее не было в то время. Платон писал для узкого круга своих учеников. Для еще более узкого круга он читал устные лекции, так называемые «неписанные учения» Платона. Большинство текстов Аристотеля это также тексты, адресованные узкому кругу учеников. Схоласты средневековые создавали свои трактаты, которые были ориентированы на профессоров и студентов университета. Понимаете, что это очень небольшой процент европейских интеллектуалов. Да и в 17 веке чтение публичных текстов и ориентация на большую аудиторию также было весьма относительным. Потому что понять и прочитать эти тексты могли не так уж большое количество людей. Но эти люди определяли строй мысли своего времени. Эти люди были властителями дум. И поэтому, собственно, читающая публика совпадала с активно действующей частью элиты, назовем это так. А сегодня же, когда мы читаем доступные нам книги, когда нам все доступно в интернете, возникает другая проблема. Когда мы берем эти тексты, мы чувствуем сразу, что они требуют от нас труда, требуют от нас затраты определенных усилий. Но важно помнить, что именно затраты усилий дают нам радость. Подлинная радость только та, которая достигается трудом, которая достигается работой над собой. Здесь я бы привел пример из сферы искусства. Скрипач очень долго работает над звукоизвлечением, над беглостью пальцев, над вибрато, над интерпретацией произведений. Когда я был скрипачом, когда я занимался по классу скрипки, я очень много репетировал. Я бы сравнил чтение философских текстов с длительными репетициями, чтобы после этих репетиций стать виртуозом, чтобы уметь получать радость от исполнения. Итак, первый момент, момент радости, он связан с постепенными упражнениями, с тем, что мы работаем над собой, как скульптор над мрамором, как скрипач над звуком, как писатель или поэт над словом. Мы же, пытаясь читать эти тексты, работаем над смыслом извлечения, над пониманием. И здесь вместе с радостью стоит упомянуть еще один важный момент. Это большая польза. Потому что эти тексты ставят перед нами очень сложные задачи. Обычно философские тексты называют текстами высокой степени сложности. Они сами содержат в себе определенные загадки, определенные проблемы, которые, когда мы над ними работаем, имеют к нам прямое отношение. Читая эти тексты, мы работаем над собой, постепенно меняя самих себя. Потому что это особого рода тексты, требующие нашего изменения. Мы учимся по-другому воспринимать мир. Эти тексты учат нас не воспринимать очевидности как некие данности. Эти тексты учат нас спрашиванию, искусство вопрошения. И польза от того, что мы здесь постоянно превозмогаем себя. Философские тексты учат нас в школе превозмогания, превосхождения, переступания границ себя вчерашних, себя ограниченных, себя еще что-либо малопонимающих. Нужно помнить о том, что когда мы читаем любой текст, главное препятствие и главный наш оппонент это мы сами. Потому что читатель является главным фактором, мешающим восприятию текста. И продвигаясь все и дальше, и дальше в наших с вами репетициях, в разыгрывании философских смыслов, философских текстов, мы как бы постепенно шаг за шагом учимся делать шаг еще дальше, еще ближе навстречу выдающимся мыслителям. Еще больше учимся работать с тем, что можно назвать лучшими достижениями человеческой мысли. Поэтому, обобщая, можно сказать, что польза от чтения философских текстов состоит в том, что меняемся мы сами. Что тот фактор, мешающий нам это мы сами, постепенно шлифуется, постепенно меняется, и эти тексты отзываются в нас самих. Делают нас существами, способными к постоянному развитию. И очень важно, что эти тексты мы должны читать, как мы говорили в прошлый раз, десятки, сотни раз. Ну и, наконец, завершая этот наш небольшой разговор, переходя к конкретным текстам, а у нас вначале это будут тексты Платона, я хочу сказать общие, несколько общих идей о том, как следует относиться к этим текстам. Дело в том, что Платон в основном главной его идеей он излагал в устной форме. Даже есть специальная литература, изданная Джованни Реалле, собрание фрагментов из диалогов Платона, отсылающих к неписанному учению, отсылающих к устному Платону. Второй том, Ришарф, французский автор, как раз показывает, собирает тексты, которые содержат пересказы поздних античных авторов, фрагментов устного учения, которое передавалось из поколения к поколению. Когда мы читаем тексты Платона, мы всегда должны быть внимательны к деталям и понимать, что в этих диалогах нет ничего случайного. Диалоги эти задуманы так, чтобы форма и содержание соединялись в неком единстве. Любой образ, любой оборот, любая метафора играют на общий смысл. Нет ничего случайного, нет ничего лишнего. И здесь нужно понимать, что когда мы читаем этот текст, мы как бы вовлекаемся в сам диалог, мы как бы становимся частью самого диалога. Платон считал, что философия должна затрагивать всего человека, не только его интеллект. Поэтому все, что происходит в диалогах Платона, настолько апеллирует не только к интеллекту, но и к сердцу, к эмоциям, к ощущениям, к образному восприятию. И вот как читать эти тексты, начиная с простых правил, а потом развивая дальше это на примерах, мы об этом с вами поговорим в следующий раз, на третьем занятии. А пока напоминаю, что все свои вопросы или пожелания, вы можете писать в своих комментариях под этой беседой. Ну и при случае хочу поздравить вас с началом учебного года, сегодня 1 сентября, День знаний. Как раз время начинать читать философскую литературу. Всего доброго, до следующей беседы. Добрый день, у нас сегодня третья беседа на тему «Как читать философские тексты». И после вступления я хотел бы перейти уже конкретно самим текстом и ближайшие наши беседы будут посвящены диалогам Платона. Это уже будут детали, конкретика, что-то я буду цитировать, что-то комментировать, для того, чтобы мы учились видеть детали и понимать природу этих текстов и как с ними работать. Вначале я хотел бы сказать вот что. Тексты Платона это первые полные тексты античности, которые дошли до нас почти в полном объеме. Потому что от древних философов греческих до сократиков остались только фрагменты. Например, от Анаксимандра только один фрагмент, больше фрагментов от Гераклита, несколько больших фрагментов Парменида или Эмпидокла. Но собственно мы не знаем что это были за книги, какой там был главный сюжет, какой главный план. И Платон тексты диалогов это первый серьезный в полном объеме представленный класт античной философии. Но тут сразу же мы сталкиваемся с одной очень важной проблемой, которая связана с тем, как читать эти тексты, как их понимать. Дело в том, что, как я уже упоминал на прошлой беседе, главная часть учения Платона это неписанное учение. Об этом он говорит и в своем знаменитом седьмом письме. Намеки на неписанное учение содержатся в очень многих диалогах. В Геттедеме, в Федоне, в диалоге Пир, в диалоге Федор, в диалоге Тилет, в Софист и во многих других. Конечно, государство. И получается так, что когда в диалогах Платон подходит к какой-то важной части своего учения, он тут же сменяет тему, как бы идет окольным путем и предлагает читателям или слушателям или миф, или некий образ, какой-то красивый рассказ, миф, собственно, рассказ, повествование, слово. Наиболее знаменитая часть его оценки писаного слова находится в диалоге Федор, в самом конце этого диалога. Конец диалога Федор часто отдельно рассматривают как показательный фрагмент критики писаного слова Платона. Здесь Сократ, говоря с Федором, общаясь с Федором, изобретает некий миф. Митолог Гейн часто употребляет этот глагол, который можно перевести как рассказывание истории, сочинение некой забавной истории. Об этом мы еще будем говорить, это очень интересный момент. И вот там он рассказывает некий удивительный миф, который отчасти сочинен самим Сократом, то есть Платоном, который говорит устами Сократа. А отчасти это имеет свои источники в египетской мифологии. Речь там идет о египетском боге Тепте. Мы узнаем здесь бога Тота, у которого символ Ибис, который является богом мудростью египтян. Он изобретатель письменности. Вот этот бог Теп приходит к египетскому царю Тамусу и предлагает ему свои изобретения для того, чтобы египтяне стали мудрым народом. Что он ему предлагает? Он предлагает ему изобретение письменности. Вот как сказано об этом самом Тепт сказал царю Тамусу, эта наука царь сделает египтян более мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости. Царь же сказал искуснейший терм. Один способен порождать предметы искусства, а другой судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец письмен, речь идет о том, что он автор письменности, он главный автор удивительного изобретения, которое изменило историю человечества, историю цивилизации. Вот ты, отец письмен, из любви к ним, то есть к людям, придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им, то есть письменам, они вселят забывчивость, так как будут лишены, так как будет лишена упражнение памяти. Припоминать они станут извне, доверяя письму, по посторонним знакам они изнутри, сами собой. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут много знать понаслышке, без обучения, будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения, они станут мнимо мудрыми вместо мудрых. Здесь удивительный момент. Сегодня мы имеем другие, более могущественные источники информации, но проблема та же. Делают ли нас эти источники более мудрыми? Имея доступ к несчастливой информации, информации обо всем мире, стали мы мудрее, были раньше. Я продолжаю вначале цитировать, а потом попытаюсь истолковать это отношение Платона к писаному слову. Ты даешь, Федор отвечает, ты, Сократ, легко сочиняешь египетские и какие тебе угодно сказания. Здесь некая ирония, но интересно, что сам Платон является автором мифов, также философских, кроме философских рассуждений, аргументов. Он очень часто описывает мифы, миф о пещере, миф о загробном воздавании, миф об андрогинах. И интересно, что Слезак, следователь Платона, говорит о том, что здесь Платон намекает, что сам философский текст рассматривается Платоном как образец письменной философской игры. Всегда некий момент игры, а реальность серьезная предназначена больше речам, чем письменам. Но я продолжаю цитирование. Сократ значит тот, кто рассчитывает запечатлеть в письменах свое искусство и кто в свою очередь черпает его из письменов, потому что оно будто бы надежно и прочно сохраняется там на будущее. Оба преисполнены простодушие и в сущности не знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше, чем напоминание со стороны человека, сведущего в том, что записано. Федор, это очень верно, Сократ продолжает. В этом Федор дурная особенность письменности, поистине сходная с живописью. Ее порождения стоят как живые, то есть письмена, слова, предложения стоят как живые, они как бы проговаривают смысл, но спроси их, они величаво и гордо молчат. То же самое с сочинениями. Думаешь, будто они говорят как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желает усвоить, они навсегда отвечают одно и то же. То есть письменная речь, она всегда та же самая. Если мы спрашиваем эту письменную речь, мы получаем тот же самый ответ. Но дальше гораздо более важная мысль для тех, кто хочет понимать что такое текст для Платона. Он продолжает с Тами Сократа. Всякое сочинение однажды записанное находится в обращении везде. То есть речь идет о публичности письменного слова. И в этом аспекте, в публичности Платон видит некую угрозу для философии. Публичные философские тексты являются угрозой философии для Платона. Почему? Дальше он объясняет свою мысль. они находятся в обращении везде и у людей понимающих и равным образом у тех, кому вовсе не подобает его считать. и оно письмо не знает с кем оно должно говорить и с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, то есть автора. Само же не способно ни защищаться, ни помочь себе. Интересная мысль. То есть письменное слово не способно защититься перед нападками невежды. Здесь две опасности. Во-первых, философский текст может попасть не в те руки, в руки человека, который не готов читать Платона или Аристофия или Канта или Бусарова. А с другой стороны, попав в руки невежды, текст не может себя защитить, потому что невежда всегда видит текст своими глазами. Он видит текст так и мысль изложена в тексте так, как ему кажется, что эта мысль существует. Невежда не может начать путь от невежества к знанию, и поэтому он нагружает текст теми значениями, которые он приписывает тексту, а текст безмолвствует, как картина, как живописный образ. Текст не может себя защитить. Вот это очень важный сюжет защиты Логоса. Платон для этого изобрел особую форму писанного текста, форму диалога. Мы об этом говорим в следующий раз в четвертой беседе. Форма диалога предлагает защиту Логоса. Текст, изложенный в диалоге, предлагает очень много терапевтических средств, которые позволяют защитить Логос от восприятия невежды. И поэтому сам этот стиль, сама форма изложения мысли Платона также очень будет важна. Мы к этому еще вернемся. Завершу цитирование. Кедр соглашается, Сократ, он говорит, что это очень верно. И дальше Сократ продолжает. Это то, сочинение, он спрашивает Кедр, что же сочинение ты имеешь в виду, если не писанное, тогда в какой форме, в какой подлинной форме, мысли, в какой подлинной форме, может, в адекватной форме, может существовать мысль. Сократ отражением которой справедливо может назваться письменный ритм. Сократ с этим согласием и дальше идет другой сюжет, другой поворот с разговора. И перед нами достаточно интересный поворот отношения к письменности. Итак, тексты Платона, диалоги Платона это первый объем текстов античной философии, который дошел до нас почти полным объемом. С другой стороны, Платон весьма критично настроен по отношению к письменной речи. Для этого он изобретает особую форму текста, форму диалога, которая должна защищать писанное слово, выстраивать защиты в логосе. С другой стороны, он понимает, что главная философия заключена не в самом писанном тексте, а в том, что стоит за текстом с устной речью. Тексты только должны оживать и позволяют припомнить нечто, что содержится за описанным словом, что прячется за ним, что должно быть проговорено, что должно обсуждаться в живом разговоре философов друг с другом, в том, что можно назвать общением. Вы посмотрите, когда царь спорит с Богом, еще раз напомню эту мысль, он говорит о том, что эти люди не обучены, это люди трудные в общении, люди трудные в общении, люди текста, люди трудные в общении. И вот когда мы будем шаг за шагом рассматривать особенности диалогов Платона, особенности этих текстов, мы должны помнить о идеях, изложенных в конце диалога Петра, о том, что писанное слово только отображение устной речи, что главная философия это устная речь, разговор равных, разговор заинтересованных людей, которые могут преодолеть недоброжелательность, косность, невежество и открыты навстречу друг другу. Они готовы услышать друг друга, а не как сейчас в социальных сетях, в масс-медиа, в других, скажем, в аудиториях. Люди не готовы услышать друг друга, люди придираются к каждому сказанному слову, упуская нечто важное в разговоре. Недаром философия предполагает любовь к дружбу, когда философия разыгрывается между любящими, между открытыми друг к другу, готовыми услышать, готовыми понять те слова, которые к ним обращены. Итак, сюжет критики писанного слова, который мы сейчас разобрали, будет сопровождать нас на протяжении всего нашего разговора, разговоров о диалогах Платона. Итак, мы делаем следующий шаг после предварительных рассуждений и начнем нашу следующую беседу с рассмотрения особенностей форм диалогов, например, таких диалогов как Федон, Эпидем, Ю, Федор, Фарминит. Мы научимся читать эти тексты, понимать эти тексты, видеть их особенности, видеть намеки Платона, видеть, как важен для каждого намек, каждый образ, иногда брошенное как бы походя слово, которое будет играть свою важную роль в понимании смысла в целом. На этом я завершу сегодня нашу третью беседу, обращаюсь к своим возможным слушателям. Наши с вами разговоры, понятно, что это не публичные разговоры, я обращаюсь к тем, кому это важно, кому это интересно, как бы разговор душ, скажем, разговор одиноких душ друг с другом. Понятно, что это не шум политики, не шум каких-то актуальных тем, которые волнуют сейчас всех. Это некий разговор, который требует тишины, вдумчивости, пауз. У нас будут эти паузы, будут возможности рассмотреть какие-то нюансы, и поэтому я прошу тех, кого это интересует, писать мне вопросы или пожелания, или комментарии. Внизу этой беседы третий и я хочу с вами на это прощаться и пожелать вам терпения, вдумчивости при чтении этих диалогов, которые мы с вами будем разбирать. Всего доброго. Добрый день. Сегодня четвертая беседа на тему «Как читать философские тексты». И сегодня я хотел бы поговорить о форме плотоновских диалогов сегодня и в следующий раз. И для начала мы возьмем в качестве примера диалог Фидорн. Кое-что я прочитаю, попытаюсь проанализировать чтобы дать вам, моим слушателям представление о том, как читать подобные тексты, как сложно они построены, какая сложная драматургия и как литературные ходы Платона сочетаются с философскими ходами, как картины, связанные с рассказами и с творением мифов, поддерживают философский локус. Но для начала скажу несколько слов вообще о диалоге Фидорн. Это особый диалог, один из шедевров западной литературы, западной философии, потому что в каком-то отношении он выступает контрпроектом или параллельной темой евангельского сюжета. В этом диалоге описывается последний разговор Сократа с учениками перед смертью. Это как раз день смерти, день казни. И в конце этого диалога дается очень яркое, сильное описание смерти Сократа, как он выпивает чашу с ядом, с цикутой, его последние слова. И в этом смысле как бы проходят две параллельные линии. И мы уже, которые люди христианского времени, постхристианского как угодно, которые знакомы с Евангелием, видят разительное отличие между этими двумя событиями. Событием смерти Сократа и событием смерти Христа. Сократ принимает чашу с ядом в полном спокойствии. лейтмотив диалога его спокойствие, радость и надежда перед переходом в другой мир. Перед нами описание смерти философа, который преисполнен надежды и радости. Эта радость страшит и поражает его учеников. И тема бессмертия души как раз возникает в этой связи. Ученики поражены этой радости и спрашивают, почему Сократ столь радостен, столь безмятежен в последние часы своей жизни. С другой стороны, в Евангелиях мы находим совершенно другое изображение. Моление о чаши в Гетсиманском саду. очень трагические ноты, с которыми евангелисты описывают нам смерть на кресте, предсмертный крик, слова о Бога оставленности. Потом мастера 15-16 века будут натуралистически изображать эту смерть. Перед нами совершенный контраст. Смерть человека-философа это что-то светлое, радостное, преисполненное надеждой. И смерть Бога-человека, преисполненное телесных мук, предсмертных криков и в каком-то смысле разочарования. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Но вернемся к Федору. Мы, когда внимательно начнем читать этот текст, увидим непростую структуру. Это как бы разговор в разговоре. Встречаются два друга, Федон и Эхикрат во Флеунте, одном из городов северо-востока Греции. И Эхикрат спрашивает Федона о том, был ли ты свидетелем последних часов жизни Сократа. Потому что нам здесь во Флеунте известно немногое. Нам известно только две вещи, что Сократ выпил чашу с ядом и умер. Видите, как эхо сплетни античные распространяются по городам, и вот они знают только об этом. Мы здесь во Флеунте слышали только это событие, оно дошло до нас. Федон отвечает, что он был свидетелем и готов рассказать о том, что же там произошло. Как бы завязка разговора. И здесь первый звоночник. Зачем это нужно Платону? Почему сразу не написать диалог о бессмертии души? Зачем эта завязка? Встречаются два человека и вспоминают как бы событие прошедшее, причем разговор ведется от лица очевидца. Причем здесь есть еще один интересный момент. Федон очевидец описывает все события, а Платон автор этого диалога лишь раз упоминается в начале завязки этой истории. Посмотрите, как это звучит. Федон называет имена учеников, присутствующих при последней беседе Сократа. Здесь достаточно много имен. Здесь мы видим, что где-то около двух десятков учеников участвовали в этом разговоре, а о Платоне сказано только одна фраза. Платон, это говорит Федон, Платон, по-моему, был нездоров. Видите, автор диалога упоминает о себе вот таким образом, Платон, по-моему, был нездоров, то есть Федон не уверен, что случилось с Платоном и почему он не присутствовал на последней беседе своего учителя. Такой двойственный момент. И вот начинается это описание. Послушаем несколько первых фраз, это как бы вступление, вступительные аккорды Великой симфонии. Федон. Так вот, сидя подле него, я испытал удивительное чувство. Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к нему не ощущал. Он казался мне счастливцем. я видел поступки и слышал речи счастливого человека. До того бесстрашно и благородно он умирал, что у меня даже явилась мысль, будто и в Аид он отходит не без божественного предопределения. Это было как-то совершенно небывалое чувство, это было какое-то совершенно небывалое чувство, какое-то странное смешение удовольствия и скорбь. Странное смешение удовольствия и скорбь. Запомним эти два слова удовольствия и скорбь. После этого начинается сюжет описания. Вот заходят ученики, рано утром стало известно, что корабль возвращается с острова Делос, а пока корабль совершал это путешествие, приговоренного к смерти нельзя было казнить, потому что Афины, город Афины должен был соблюдать чистоту, не должно было быть смертных казней, и Сократ 30 дней, пока была эта процессия сакральная, провел в тюрьме и каждый день беседовал с учениками. Но в этот день, когда стало известно, что корабль возвращается в Афины, ученики пришли еще раньше обычного, рано утром, застали там жену к Сантипу с маленьким ребенком на руках, заметим, что Сократу 70 лет, а он отец ребенка, очень маленького, она обращается к ученикам, начинает плакать, Сократ просит, чтобы жену увели, потому что смерть нужно встречать в благоговейной тишине, и когда к Сантипу уводят, начинается разговор. Начинается он, также очень интересно, Сократа освобождают от оков, у него были скованы ноги, и он, сидя на ложе, поджимает одну из ног и потирает ее, говоря следующие слова. Послушаем. Сократ сел на кровати, подогнул под себя ногу и потер ее рукой. Не переставая растирать ногу, он сказал, что за странная вещь, друзья, то, что люди называют приятной. и как удивительно, на мой взгляд, относится оно к тому, что принято считать его противоположностью к мучительному. Помните, радость и скорбь Федона, а здесь странное сочетание мучения, боли и удовольствия. Это также первое, если сравнивать это с большой музыкальной партией, как бы первые аккорды будущие темы, темы противоположностей, темы классификации понятий, которые дальше будут встречаться в диалоге. Но еще один момент. Помните, я говорил вам о том, что у Сократа нет ничего случайного, у Платона нет ничего случайного в диалогах. Здесь тема оков. Сократа освобождают от оков. После этого начинается разговор, приводящий к главной теме, теме бессмертия души. И из разговора мы узнаем, что смерть это освобождение от оков тела. Сократ, говоря о боли и радости, приятности освобождения от оков, потом сопровождает эту тему, говоря о бессмертии души. И в самом конце диалога, когда он уже принял чашу с ядом, и яд распространяется от ступней выше к сердцу, когда действие яда достигает сердца, оно останавливается, потому что отказывают все части тела. Последние его слова были, как вы знаете, о том, что он просит учеников принести петуха в жертву Асклепию, Богу-целителю. Он рассматривает свою смерть как исцеление, как исцеление от жизни, от телесной жизни, освобождение от тела. Таким образом, как бы случайный момент, связанный с освобождением от оков, отзывается в философском разговоре главном. Смерть, освобождение от телесной тюрьмы, телесных оков, от оков телесной жизни, и заканчивается репликой последней Сократа, последней репликой его жизни, чтобы принесли петуха в жертву Асклепию. Теперь мы ближе подходим к самому завязыванию нити разговора о рассуждении о бессмертии души. Здесь сразу снова нас встречают очень непонятные, удивительные сюжеты. Почему Платон сразу не начинает философский разговор? Почему ему нужно говорить о многих случайных и незначительных вещах? Сократ говорит здесь, что часто в его жизни его Сократа сопровождал один и тот же сон. И хотя видения этого образа этого сна были различными, но во сне он слышал один и тот же голос. Сократ твори и трудись на поприще мус. Сократ дальше рассуждает и говорит о том, что он считал философию высшим искусством и исполнением пророчеств этого сна как раз он видит в том, что он занимался философией всего жизни. Но может быть, говорит он ученикам, этот сон имел в виду что-то другое, это было пророчество о другом. И поэтому, чтобы исполнить пророчество этого сна, он решил еще попробовать себя как литератор. Он переложил в поэтической форме несколько басен Эзопа и одно поэтическое произведение. Заметьте, речь идет о служении Музом в Академии Платона в доме, где он жил, этот дом, получил название Муссейон, дом Мус. Платон рассматривал себя не только как служитель Афины, Афина это покровительница Академии вообще, так же как герой Академ, по имени которого была названа его школа Академии, но еще и как служитель Мус, Муссейон. Здесь также содержится этот намек. И вот он говорит о этом поэтическом переложении, что он сделал это в тюрьме, и после этого упоминается один из поэтов, который спрашивает, а как Сакрат, что там он насочинял, как ему это удалось. Как бы возникает такая ревность поэтическая. Человека, его зовут Эвен, этого человека. И один из его собеседников с ним и говорит, что вот что я скажу этому Эвену. И Сакрат говорит удивительную вещь. Он говорит о том, что передай ему, что я сегодня отхожу. Я сегодня начинаю свое путешествие. Путешествие, которое я начинаю с великой надежды и радости. Передай ему, что если он подлинный философ, а мы с ними с тобой знаем, что Эвен подлинный философ, чтобы он спешил следовать за мной. Чтобы он последовал за мной. Возникает эта тема смерти и тема того, что подлинный философ должен стремиться к смерти. Видите, как сложно Платон вводит главную тему разговора. Очень издалека встречается уже после смерти Сократа Федона и Фекрата. Потом начинается разговор, Сократ освобождается от оков, потирает ногу. Возникает тема мусс, он рассказывает, что он писал поэтические произведения в тюрьме. Возникает образ Эвена. И только здесь вводится начало диалога. Зачем это Платон? Зачем сколько тонкостей, сколько намеков? И вот здесь главные собеседники Сократа пифагорейцы. Очень интересный момент. Ханс Георг Гаденар указывает на это. Говорит о том, что Сократ будет говорить о бессмертии души с группой учеников, большой группой. Но главные его собеседники это Симми и Кебет, ученики Филолая. Платон у Филолая по преданию купил несколько книг пифагорейцев. Собственно, продал их учение, потому что оно было тайным. И вот он говорит с Симмием и Кебетом. И свое учение о бессмертии души развивает на фоне пифагорейского учения, которое делало акцент на математике, на определенных религиозных идеях. мы еще об этом поговорим. И вот ученики уже требуют от него прямого ответа. Почему он столь радостен, почему он преисполнен надежды, спокоен перед смертью. Он должен это объяснить. Они обвиняют его в его радости. Снова интересный поворот. Они говорят о том, что почему вдруг ты себя так чувствуешь, когда тебе надо горевать, когда ты должен чувствовать, что радость жизни уходит, тебя ждет смерть. И тогда он говорит следующее. Он говорит о том, что вы, и по-моему, я вас правильно понял, вы предъявляете обвинение, я должен защищаться точь-в-точь, как на суде. Семья отвечает совершенно справедливо. Сократно. Ну хорошо, попробуй оправдаться перед вами более успешно, чем перед судьями. То есть разговор о бессмертии души нужно рассматривать как некий вид апологии. И если в суде он защищал себя перед обвинениями в ведении новых богов, развращении молодежи, то теперь он перед своими учениками защищается, защищает свою радость, защищает свою уверенность в бессмертии. Согласитесь, интересный поворот. И вот далее начинается философский, философская речь. вводится уже тема философского диалога, философского спора с Симием и Кебетом. Он определяет смерть как отделение души от тела и говорит странную вещь. Я радостен потому, что философы должны заниматься только одним своей жизнью, умиранием и смертью. Сократ говорит прямо о том, что главная задача философа заниматься умиранием и смертью. Часто это вошло в античные поговорки, это стало неким клише, но тот, кто читает внимательно, задаст себе удивительно важный вопрос. Если дело философа умирание и смерть, почему в диалоге речь идет о бессмертии души, как это сочетается между собой? Если философ стремится умирать, почему Сократ говорит о бессмертии? А дело в том, что он говорит о смерти в очень специфическом значении. И важно, что именно пифагорейцы, спрашивающие в этом разговоре, поскольку для пифагорейцев математика очень важная наука. И когда Сократ говорит о смерти как отделение души от тела, он понимает задачу мудреца как очищение катарсис, очищение души от контактов с телом. Это можно толковать религиозно в стиле пифагорейского учения, а можно понимать совершенно светски, как приучение ума к абстрактному мышлению, как приучение нашего сознания к чистому мышлению. Вспомним название главного трактата Канта «Критика чистого разума», «Критик Тер Райне Фернуфт». Райне Фернуфт «Чистый разум» это отзвуки разговоров Сократа со своими учениками. То есть главная задача философа, почему он радуется преддверии смерти, потому что он всю жизнь практикует чистую мысль, чистое рассуждение, чтобы чистой мыслью прикоснуться к чистому бытию, то есть бытию идей, к эйгасам. Видите, как неожиданно тема смерти, умирания, опыта смерти переходит в совершенно особое понимание смерти, как разделение души от тела, как опыта чистой мысли. Собственно, это философское перетолковывание главного сюжета. И начинается знаменитая тема философская доказательство бессмертия души. Их в диалоге мы находим четыре. И вот здесь я бы сделал второй шаг, который мы в следующей беседе сможем детализировать. Посмотрите, здесь очень ярко проявляется Платон как драматург, как поэт, как писатель. Интересно, что Сократ говорит о том, что поэт должен творить мифы, но сам Платон творит мифы, создает эти мифы. И миф постоянно сопровождает философский логос в этом разговоре. Так вот, идут доказательства бессмертия души. Первое основано на теории взаимообращения противоположности. Очень странный аргумент. Второй аргумент или доказательство вводит тему анамнезис, припоминания, которая была главным сюжетом диалога Минон. Поскольку мы припоминаем знания, это говорит о том, что мы видели истинное бытие еще до воплощения в этом теле, в этой жизни. Третье доказательство имеет своим основанием учение о родстве между нашей душой, психой и идеей и родством нашего тела с видимым миром. Он вводит образ, который иногда мешал многим интерпретатурам Платона. Платон предстает как будто дуалистом. Он разделяет мир на мир телесный, мир духовный. Но на самом деле интерпретаторы часто подпадают под чар его такой вот литературного образа. На самом деле он просто вводит образ тела и души как противоположную двух миров. Третий аргумент. Когда Сими и Кебет выслушивают эти аргументы они ими не удовлетворены так же как и каждый из читателей. Внимательный читатель поймет что эти аргументы недостаточны. Они недостаточны чтобы нас убедить. Это говорит о другом замысле Платона. Эти аргументы имеют другую цель такую мы потом позже поговорим. Вот после их возражений возражений Симе и Кебета начинается то что называют интерпретаторы помощью Логосу. Сократ замолкает. Сложность вопроса вводит его в состояние раздумья и тишины. И он начинает отвечать только после некой паузы и вспоминает о своей юности об интересах к натурфилософским вопросам натурфилософским проблемам. И там вводится знаменитый сюжет второго плавания. Он говорит что занятие натурфилософскими вопросами меня не удовлетворяет и я пустился во второе плавание. Я прибегнул к логосам чтобы в логосах тексте логой а в русском переводе сказано очень неаккуратно в отплеченных чтобы в отплеченных понятиях созерцать истину бытия так говорит русский перевод но в греческом оригинале речь идет о бегстве в лого в логосы чтобы в них как отображения то есть логосы можно перевести здесь как речи философские речи чтобы в них как в отражениях были видны эйдосы то есть логосы выступают как некие зеркала некие отражения эйдотической реальности о которой будет говорить Сократ потом станет Сократ и вот там дальше возникает фрагмент который трудно понимать не только в русском переводе но и читая греческий оригинал там содержится как раз намек на неписанное учение на поиск некоего достаточного основания и кано по-гречески и здесь явно Сократ выходит Платон выходит за границы писанного диалога намекая на некое устное учение о котором также мы скажем позже вот этот сюжет четыре доказательства бессмертия души или четыре гения аргументации после этого сменяются двумя мифами Сократ рассказывает миф о загробном воздаянии он говорит о том что гений каждого из нас в христианском варианте ангел-хранитель гений даймон по-гречески гений это полотенизированный перевод что демон или даймон каждого из нас ведет нас на суд и на суде рассматриваются наши грехи проступки и наши добрые дела и сообразно тому что мы сделали в этом мире судьи выносят приговор и мы отправляемся в те места которые заслужили это первый момент то есть видите как рассказ во флеунте воспоминания свидетеля начало разговора о бессмертии души Сократа с учениками сменяется философским логосом а философский логос сменяется мифом мифом или повествованием нарративом о посмертном воздаянии о посмертном суде потустороннем суде а после этого идет рассказ о тех участках земли где существует подлинная реальность потом это отзовется в конце в начале седьмой книги государства платон устами сократа говорит что мы живем в земных падинах думая что мы на поверхности земли то есть мы живем как бы во мраке пещеры а чистые души поднимаются к подлинной реальности земной где земля близко подходит к небу к небесной сфере видите опять миф и здесь мы кстати находим эхо учения очистилища он говорит о том что есть люди которых очень трудно простить есть люди благочестивой жизни а есть люди которые могут вымолить свои грехи вымолить свои тяжелые проступки у тех людей перед которыми они виноваты они проходят период искупления потом их приносят к некоему острову и они взывают к тем кого убили кого оскорбили просят их чтобы они протянули им руку и вытащили их из этих ввод чтобы они простили то есть вводится очень важный момент прощения момент прощения прощения грехов и вот когда эти два мифа завершаются и начинается величественное торжественное описание последних минут жизни Сократа это своеобразное литературное обрамление всего философского диалога начинается диалог когда Сократа освобождает атаков он начинает говорить с учениками и заканчивается это картиной смерти последних минут когда Сократ выпивает чашу с ядом мы разберем это позже подробнее и диалог заканчивается последними словами Сократа страданием переживаниями учеников которые больше жалеют себя чем Сократа поскольку лишаются своего учителя близкого друга но вот даже то что я писал подходим сейчас к завершению ведь разговоры у нас достаточно небольшие короткие чтобы вы не устали завершая я еще раз хочу обозреть как бы целое этого диалога и когда мы вступаем в пространстве мы видим очень сложную структуру очень много слоев и в них не зная не имея компаса очень легко заблудиться видите разговор рассказ свидетелей разговор Сократа потом нарратив повествование сменяется философским логосом после этого философский логос сменяется мифом который творит на наших глазах Латон и после этого мифа идет описание реальных последних минут жизни Сократа чтобы во всем этом разобраться держать общую картину мы должны всегда внимательно быть внимательными к этим деталям вот такая сложная структура и в принципе очень многие диалоги Латона так сложно устроены почему мы поговорим об этом в следующий раз сейчас время завершать напоминаю что под этой беседой можно писать свои вопросы я на них как вы видите уже убедились стараюсь отвечать стараюсь отвечать оперативно вы можете видеть под разговорами предыдущими как вопросы так и мои ответы а мы в следующий раз еще ближе подойдем к исследованию форм диалогов уже в целом и я покажу вам еще несколько особенностей стиля Платона построения этих диалогов в сочетании письменной формы соединения письменной формы с устным неписанным течением а сейчас всего доброго и я желаю вам радости от чтения диалогов Платона добрый день сегодня у нас пятая беседа из серии как читать философские тексты сегодня я решил поговорить о достаточно необычных проблемах необычных двух темах первая из них как дошли до нас тексты Платона кажется вопрос достаточно технический и не относится к тому что можно назвать чтением философских текстов но на самом деле это не так дело в том что Платон его диалоги стали известны на западе только в 15 веке в 1423 году из Константинополя рукописи Платона вместе с другими отечными рукописями привез Джованни Ауриспо гуманист он привез их в Венецию в 1423 году и с середины 15 века диалоги Платона стали переводить гуманисты итальянские на латыни но только Морисилио Фичино в 80-х годах 15 века перевел полный корпус диалогов Платона в конце 15 века впервые латинский запад узнал Платона до этого он знал о Платоне на самом деле очень мало существовали только фрагменты диалога Тимиль в переводе Халкидия это примерно 400-й год нашей эфры кроме этих фрагментов о Платоне западный читатель мог знать из косвенных источников когда Августин говорит о платониках в исповеди в других своих произведениях он читает только некоторые диалоги Платона в переводе Мария Викторина но эти переводы до нас не дошли запад еще знает до 15 века о Платоне благодаря комментариям Макробия на сон Сепиона Сицерона в 6 книге Энаиды Вергилии изображает яркую картину переселения душ такой религиозный Платон религиозный взгляд Платона без названия автора без названия автора этой доктрины таким образом первое что конечно же вызывает удивление о Платоне говорят 15 веков но Платона не читают Платона не знают диалоги Платона недоступны западному читателю в это время на христианском востоке и в арабском мире с 9-го 10-го веков Платона знают гораздо лучше например арабам известен диалог государства диалог законы диалог фидон и вот здесь возникает другой вопрос как на запад попадают эти тексты понятно что Джованни иуристы их привозят но откуда он их взял где они существовали и в каком виде в такой форме существовали эти тексты вот я расскажу чтобы ответить на этот вопрос я расскажу небольшую историю Платон умирает в 347 году до нашей эры это середина 4 века до нашей эры и после его смерти функционирует школа академии где его ученики спевсиб цинократ преподают Платона делая акцент на антологии учения о принципах о идеях числах и примерно через 30-40-50 лет после смерти Платона создаются рукописи его диалогов они создаются на папирусах и до нас дошли папирусы самые древние это конец 4-го начала 3-го века нашей эры к сожалению диалоги Платона написанные на папирусе дошли до нас только в очень небольших фрагментах я хочу показать вам один из этих фрагментов это папирус 2-го 3-го веков уже нашей эры таким образом Платон Платон на папирусе это только отдельный фрагмент но откуда же мы знаем тогда полный корпус благодаря кому мы имеем в своем распоряжении эти диалоги ответ неожиданный благодаря византийским монахам которые помимо своих религиозных интересов демонстрировали также что очень важно интерес к философии интерес к поэзии античной и например патриарх Фотий в 9-м веке был настолько заинтересован Платоном что по его заказу были переписаны и переплетены в виде двух томов кодекса диалоги Платона к сожалению этот двухтомник Фотия пропал не дошел до нас но он лег в основание других рукописей Платона средневековых благодаря которым мы сегодня имеем полное собрание его диалогов какая же самая древняя версия рукописи ученик Платона Арефа Кисарийский очень примечательный человек епископ который представьте себе комментирует апокалипсис и почти параллельно занимается созданием комментариев на диалоги Платона то есть в голове монаха в голове епископа укладывается на каких-то полочках рядышком совершенно естественные две вещи апокалипсис комментирование этой книги предвещающей конец человеческой истории и диалоги Платона то есть Платон и апокалипсис подумайте интересное интересное сочетание и вот этот Арефа Кисарийский или Аретос в латинском написании заказывает писцу скриптору Иоанну каллиграфу такой заказ заказывает переписку диалогов Платона и мы как раз имеем самые древние рукописи Платона их нашли на острове Патмос кстати там где был написан апокалипсис в 1801 году сейчас эти рукописи хранятся в Лондоне и я вам хочу показать одну из страниц этой рукописи вот это рукопись Иоанна каллиграфа уже написано на пергаменте на папирусе которые которые я говорю сейчас о рукописях дают нам полный свод платоновских диалогов таким образом самая скажем главная часть рукописи дошла до нас благодаря деятельности монахов в 9-10 веках нашей Интересно что комментарии византийских монах и вообще монахов гуманистов византийских на диалоге Платона известны как я понимаю не очень хорошо я не изучал этот вопрос но именно благодаря переписыванию дальнейшему этих диалогов Платона когда манускрипты множились передавались из поколения в поколение и возникла ситуация благодаря которой мы получили эти тексты в полном виде когда Джованни гуманист переводит эти рукописи в Византию то они издаются там только в начале 16 века в 1513 году это первое издание диалогов Платона но наиболее важным стало второе издание издание Стефануса в Женеве в 1578 году вот обложка этого издания как вы видите 1578 год там этот издатель Стефанус кстати издание было билингвическое справа был греческий текст а слева был текст латинский не печи на перевод а новый специальный перевод Сарануса сделан специально для этого издания и вот в этом издании впервые издатель придумал такой ход сверху странички были а сама значит сама страница была разбита на буквы А, Б, С, Д, Э позволяющие структурировать текст и вот эта погенация то есть способ нумерации Стефануса до сих пор употребляется во всех изданиях Платона на всех языках на полях обычно текстов например поскольку Евтифрон это первый диалог в первого тома а было издано три тома в Женеве обычно цитируется так Евтифрон 2, Б, С например или 2, А это благодаря изданию 16 века благодаря изданию Стефануса что же касается идей мы видим что если бы не интерес монахов к Платону если бы не интерес монахов к Гомеру монахов подчеркивают мы бы не получили этих авторов они были бы утеряны мы бы знали о Платоне благодаря только цитатам из поздних античных авторов или благодаря фрагментам папирусов не больше Платон был бы некой тенью западной цивилизации тенью западной философии его имя бы уважалось было окружено Орелом Величия но что он собственно говорил о чем он писал мы бы не знали это было бы все утеряно и благодаря этим скрипторам большей частью он один хорошо что мы знаем Иоанна Каллиград но большей частью мы не знаем их имен эти тексты дошли до нас теперь вторая история очень кратко я расскажу это история интерпретации после акцента на антологию Платона как древняя Академия возник период который называется средним платонизмом это 80-е годы до нашей эры вплоть до 220-го года нашей эры тогда в этот период на передний план выходит образ Сократа и образ философии апоретической ранней идеологии Платона которые больше не дают ответы а больше ставят проблемы ставят вопросы вопрошают этот образ Платона как философа апоретического царствовал несколько столетий вплоть до Платина потому что его учитель Амонисакас который ничего не писал передал ему что-то что позволило воспринять и разработать новый подход к Платону вернуться к его антологии к учению о благе к учению об идеях и возникает период который мы называем историей неоплатонизма это 3-6 века нашей эры такие авторы как Платин Ямвлих Прокол Дамасский Порфирий ученик Платина и другие авторы здесь подчеркиваю на первый план выходит антология но к сожалению после эдикта императора Юстинианов 529 года публичное преподавание философии языческой было запрещено и Платонизм стал воздействовать и продолжать свою жизнь интеллектуальную в совершенно другой форме в форме косвенных влияний через отцов церкви через христианских авторов Оригена Амбросия Миланского Мария Викторина Августина Боэция через корпус Ария Пагитский через собрание текстов Денисия Реопагита которые были в 9 веке переведены на латын Иоанном Скоттом Это подспудное движение косвенное влияние которое готовили Запад к восприятию аутентичного Платона Здесь еще нет самого Платона но есть как бы его влияние его идеи которые на его учеников на Прокла на Платина оказывали воздействие и создавали тот интеллектуальный климат который готовил интерес к Платону Но впервые с аутентичным Платоном Запад сталкивается как я уже говорил в 15 веке и уже тогда в конце 15 века начинаются комментарии начинаются толкования И они еще так же в контексте неоплатонизма воспринимаются в контексте религиозных идей Например для Фичина переводчика Платона Платон стоит в ряду великих учителей человечества Орфея Пифагора Зараастра Христа и других Моисея Видите такое учение очень необычное которое потом частично вошло в масонство и в теософию в 19 веке Но еще Лебнис в 17 веке говорит о том что тот из людей кто даст систематическое изложение философии Платона сослужит великую службу человечеству потому что из диалогов взять этот целостный образ эту систему очень трудно для Лебниса нет еще исторического Платона Лебнис не интересуется Платоном как философом самим по себе ему интересен платонизм и только в начале 19 века на первый взгляд на первый план постепенно выходит сам Платон здесь очень большая роль принадлежит Ридриху Шлейермахеру который переводит Платона на немецкий первый том вышел в 1804 году и Шлейермахер или Шляемахер пишет предисловие к переводам Платона и там мы находим впервые идею о том что во-первых Платон это только его диалоги весь Платон исчерпывается писанными писанными текстами и философия Платона непосредственно связана с диалогической формой то есть философия Платона помним средний платонизм апоретизм апоретичности в философии внутренним образом связана с формой диалога с формой разговора философия существует в аутентичной форме только на уровне философских разговоров на уровне диалога вот этот образ Платона запомним его И начинает, собственно, линию интерпретации самого Платона, самих его текстов, вплоть до революции в плотноведении, произошедшей во второй половине XX века, во время, когда в 1959 году выходит в Тюбингене книга Ханса Кремера «Арете у Платона и Аристотеля», введение в плотновскую онтологию. И тогда возникает тот новый образ Платона, о котором мы поговорим в следующий раз. Сейчас я скажу, скажем, войду в небольшое резюме того, что я сказал. Я описал тот путь, в котором тексты Платона пришли к нам сегодняшние. Кратко рассказал об истории интерпретации, начиная с XV вплоть до XVIII века. Тогда не знали о тоничном Платона. На первый план выходили те или иные идеи в контексте, вообще, платонизма как такового. И только с начала XIX века, в первую очередь благодаря Филиппу Челермахеру, Платон проступил как личность, как философ, философ оригинальный, философ диалогов. И именно с тех пор, в последние 200 лет, Платон изучается как великий философ, который предложил нам ряд идей, ряд проблем и загадок, которые мы с вами должны решить. На этом я с вами прощаюсь. И свои комментарии вы можете писать внизу этого видео. Как вы видите, я всегда отвечаю на вопросы. И с удовольствием отвечу на те вопросы, которые возникнут после этой беседы. Всего доброго. Добрый день. У нас сегодня очередная беседа на тему, как читать философские тексты. В прошлый раз я говорил о том, как эти тексты попали нам, нынешним читателям Платона, и говорил об истории интерпретации очень кратко. Вот на этом пути, в этой истории интерпретации, важная роль принадлежит Шейермахеру. Он, переводя Платона на немецкий язык в начале XIX века, написал большое предисловие, предисловие к переводам Платона. И там предложил нам теорию диалога, теорию диалогической философии. Шейермахер там утверждает, что философия Платона внутренним образом связана с формой диалогов. И что этот жанр, жанр диалогический, имитируя живой разговор, позволяет избегать ловушек и сложностей писаного текста. Мы говорили с вами, когда о критике писаного слова в конце диалога Федор. Мы помним, что Платон настороженно относится к писаному слову. Так вот, Шейермахер говорит, что эта диалогическая форма позволяет избегать этих сложностей, постепенно вводя читателя в мир платоновской философии. Как говорит сам Шейермахер, от читателя требуется возвысить себя до уровня истинного слушателя внутреннего. До уровня истинного слушателя внутреннего. То есть, чтение диалогов Платона по Шейермахеру – это сложная работа, требующая от нас шаг за шагом постепенного проникновения в святая святых платоновской мысли, во внутренний замок его философии. И тот, кто не готов совершать эту работу, остается на периферии, остается перед вратами платоновского мышления. Тот же, кто совершает этот путь, проделывает эти усилия, он постепенно из комнаты в комнату переходя попадает в этот роскошный зал платоновской мысли, где он может быть, еще раз цитирую, истинным слушателем внутренним. Возникает вопрос, правда Шейермахер? Здесь Платон в диалогах использует технику непрямого сообщения. То есть, вся философия Платона уже есть в диалогах, но сам жанр, сама форма диалога предохраняет себя от невежды. То есть, непрямое сообщение. Философия уже есть, но те, кто не готов совершить путь, те остаются перед дверями, и остаются, как бы, можно сказать, непосвященными в таинство этой мысли. Отвечая на вопрос о правоте Шейермахера, мы должны сразу эту платоновскую критику писаного слова застрить. В седьмом письме, Платон писал письма, и седьмое письмо считается платоноведами подлинным, Платон говорит о том, что свое учение он не предлагает в форме писаного слова, не предлагает в форме писаного текста, поскольку от слушателя требуется, цитирую почти буквально, совершить некое дело пройти этот путь для того, чтобы это учение стало его внутренним достоянием, для того, чтобы он слился с этим учением. И тогда, говорит Платон, в душе как бы возгорается некий свет, как бы от некой искры. И когда человек начинает понимать это учение изнутри. Помните, в конце диалога Федор также говорится о человеке, который читает не внешние письмена, а внутренние письмена. Снова это противопоставление внешнего-внутреннего, экзотерического и эзотерического. Шейермахер не принимает буквальное понимание эзотерики. Он говорит о том, что эзотерика присуща самим текстам. Во второй половине XX века представители тюбингенской школы предлагают другую интерпретацию. Они говорят о том, что Платон не писан обучение, или эзотерический Платон не присутствует в текстах. И Платон никогда не сообщал писанному слову, не передавал с помощью писанного слова свое главное учение. Это учение предполагалось передавать из уст устава. В таком случае задача диалогов состоит в чем-то другом. Функция диалогов состоит в чем-то другом. В чем это мы попытаемся рассмотреть в следующий раз. А сейчас я хотел бы предложить два примера, которые ведут нас в эту проблему. Первое из них это свидетельство двух авторов, говорящих нам о знаменитой лекции Платона, посвященной благу. Послушайте эти два свидетельства. Одно из них принадлежит Аристоксену. А в трактате «Начало гармонии» он как бы на полях невзначай вспоминает одну важную деталь. И мы им очень благодарны, что эта деталь была сохранена для последующих поколений. Вот что он пишет. Аристотель всегда рассказывал о том, что случилось с большинством пришедших послушать лекцию Платона о благе. Интересное начало. Аристотель всегда рассказывал о том, что случилось со слушателями этой лекции о благе. О чем говорит эта фраза? О том, что Аристотель любил вспоминать на своих лекциях этот эпизод. Аристотель всегда рассказывал. То есть, он упомянул об этом не один раз, не два раза, не три раза. этот эпизод настолько поразил Аристотеля, что он часто рассказывал об этом ученикам. Цитирую дальше. Каждый пришел на лекцию Платона о благе, думая узнать что-нибудь о так называемых общечеловеческих благах. Богатстве, здоровье, силе. Когда же оказалось, что речь идет о математических предметах и числах, о геометрии и астрологии и, наконец, о том, что благо есть единое, то они, как я полагаю, были совершенно сбиты с толку. И тогда одни исполнились презрения к сказанному, а другие даже бронили его. Конец цитаты. Ну, на слух воспринимается сложно, давайте я передам эту историю другими словами. Аристотель пишет, что Аристотель очень любил рассказывать ученикам одну историю. Вот пришли его друзья и слушатели, друзья и слушатели Платона, послушать его лекцию о благе. Была заявлена лекция о благе. Представьте, что, если бы был во времена Платона фейсбук, он бы создал такое мероприятие лекция о благе и там интересуются тысячи человек, там пришли триста. Вот пришли эти триста человек послушать. Они хотят услышать о том, как стать богатым, как стать счастливым, как привлечать себе друзей, как сохранять здоровье. Это то, что подпадает под слово благо в греческом звучании агатон. И вот, когда они садятся слушать, то вдруг они слышат совершенно другое. они слышат о математике, об астрономии, о геометрии и ни слова, о счастье, здоровье и преуспеянии. И втягиваясь в ситуацию слушания, они преисполняются, то, что пишет Аристоксен, негодование и даже ненависть к тому, что слушают. Очень показательная история. Я думаю, что похожая ситуация может произойти сегодня, когда слушатели приходят на подобные лекции для того, чтобы получить некую пользу, пользу для себя, а слышат нечто другое, что кажется им совершенно бесполезным. Есть другое свидетельство. Оно сохранено для нас не платоником Симплики. Это автор уже шестого века нашей эры. И снова как бы на полях невзначай к его комментариям на физику Аристотеля. Вот там он тоже говорит об этой лекции. Говорят, Платон полагал началами как идей, так и чувственно воспринимаемых вещей единое и неопределенную двоицу. Единое и неопределенную двоицу. А Ористос Диас. На этих лекциях среди прочих друзей Платона были Аристотель, Гераклит и Гестяй. Неясные слова учителя они записали в такой же неясной форме. Конец цитаты. Здесь та же история представлена по-другому. Симплики доносит, передает нам имена некоторых слушателей, среди них Аристотель. Также он говорит о том, что эти слушатели передали неясные слова учителя в неясной письменной форме. Что здесь ирония или серьезное отношение Симплики трудно понять. Но перед нами и в первом и во втором фрагменте очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Платон говорит о благе на этой лекции. И благо представлено в виде учения математического, в виде учения о числах принципах. И эти принципы числа рассматриваются как говорит Симплики основаниями и эйдосов и чувственного мира. Вот мы спросим себя, а есть ли что-либо подобное в диалогах Платона? Если мы подумаем немного, мы должны ответить негативно. У Платона есть много намеков на подобные учения, но в текстах диалога подобных идей мы не встречаем. Итак, запомнили Аристоксен, Симпликий, оба ссылаются на Аристотеля или на его рассказы, или на его записи. А теперь пришло время обратиться и к самому Аристотелю. В его метафизике в первой книге в шестой главе он на двух страницах говорит о философии Платона. Очень кратко. И вот там говоря о платонизме, о сути платоновского учения, он говорит следующие вещи. Он говорит об Эйдосах как о причинах всего остального, а потом утверждает что-то достаточно удивительное, что единая сущность, а не что-то другое, что обозначается как единое. это платон утверждал подобным пифагорейцам, что единая есть сущность. Это платон утверждает как пифагорейцы. И точно так же как они, что числа причины сущности всего остального. То есть платон, согласно Аристотелю, разделяется пифагорейцами учение о числах как принципах всей реальности. Отличительная же черта учения Платона это то, что он вместо беспредельного апейрон или неопределенного как чего-то одного признавал двоицу и неопределенное выводил из большего и малого. А что Платон в отличие от пифагорейцев считает единое число существующими помимо вещей и что он вел Эйдоса это имеет свое основание в том что он занимался определениями ведь его предшественники к диалектике не были причастны а двоицу он объявил другой основой потому что числа за исключением первых удобно выводить из нее как из чего-то податливого конец цитаты вот в русском переводе это вообще звучит достаточно загадочно достаточно темный фрагмент но мы помним симпликия неясные слова учителя они передали в еще более неясной писаной форме кстати здесь свидетельство Аристотеля очень важно потому что оно перекликается симпликием двоица для Платона это то что пифагорейцы понимали под беспредельное если пифагорейцы конструировали реальность из соединений сочетаний взаимодействия предела и беспредельного то Платон согласно Аристотелью конструирует действительность из сочетания единого и неопределенной двоицы вот эти три фрагмента ставят нас перед очень серьезным вызовом во-первых мы видим что то что называется аутентичным Платоном или главной частью его учения не содержится в его делу это раз но во-вторых возникает вопрос как же нам тогда в таком аспекте в этой перспективе оценивать функцию самих диалогов и в-третьих это отсылает нас к главной теме наших с вами бесед как читать философские тексты то есть эту проблему можем переформулировать сейчас чтобы в следующих беседах ее рассмотреть более детально Платон утверждает что суть занятий философией это не чтение текстов тогда возникает вопрос а что же тогда занятие философией итак суть занятий философией это не чтение текстов в связи с этим возникает другой вопрос а чем же тогда должны быть в этих занятиях философских чем должны быть эти тексты что такое философские тексты в том деле, которое мы называем философией. Я, наверное, тоже начинаю уподобляться Платону с Аристотелем и неясные мысли излагают в какой-то неясной форме. Но если мы сейчас еще раз обратим внимание на постановку вопроса, мы поймем, что здесь, мне кажется, скрыта главная проблема не только всей истории философии, но и того, что мы называем философией современной. Если философия — это не только чтение и не столько чтение, то как мы должны соотносить философский текст и занятие философией? Как мы должны соотносить практику философского мышления с ее текстуальными воплощениями? Существует некий зазор между текстом и жизнью мысли. Вот об этом мы и постараемся поговорить в следующий раз. А сегодня я хотел бы с вами попрощаться и напомнить, что свои вопросы, свои пожелания, комментарии, свою критику, в конце концов, я тоже с удовольствием получаю. Вы можете помещать внизу этой беседы, и я с удовольствием на все это отвечу. Всего доброго. Добрый день. После некоторой паузы сегодня седьмая беседа о том, как читать философские тексты. Она сейчас проходит вечер перед Днем Всех Святых, и как раз повод перейти к другому важному авторитету — Аристотелю. Потому что мы еще вернемся к Платону, но сегодня я хотел бы сказать об особенностях всех текстов Аристотеля. Это даст нам более широкую перспективу для того, чтобы видеть особенности этих текстов, в отличие от Платона и Канка и других классиков. Начну с того, что общее между этими текстами. Общее то, что как для Платона, так и для Аристотеля важна проблема адресата текста. Очень важно, когда мы берем в руки тот или иной диалог Платона или текст Аристотеля, понимать, кому он адресован. И в данном случае, в случае Аристотеля, все тексты Аристотеля, которые дошли до нас, они адресованы к русскому кругу чайников. Это так называемые эзотерические тексты. Вот здесь ирония истории. Поскольку Аристотель писал тексты популярные, тексты для чайников, в форме диалогов Платона, отражая своему учителю. И мы знаем, что эти тексты были очень написаны с блеском, доступно. Такие диалоги, как философии и другие, которые сегодня представляли бы немалый интерес и для чтения, и для преподавания философии. Они были очень яркие, и они хорошо знали современники Аристотеля. Так вот, эти тексты, к сожалению, пропали. Они дошли до нас в очень небольших фрагментах. И мы только догадываемся, что мы потеряли. С другой стороны, Аристотель, как глава школы в Ликея, еще будучи слушателем Академии, писал совершенно другие тексты. Большинство из них не были предназначены для публикации. Это были случайные записи от случая к случаю, от темы к теме. Это можно назвать конспектами будущих лекций или конспектами какими-то отдельными небольшими исследованиями. Большинство из которых, как я уже сказал, не только не предназначались для издания последующего, а более того, они не представляли собой цельных текстов. Потому что ни Камахова этика, ни медофизика, ни политика не являются цельными книгами. Они скомбинированы, смонтированы поздними авторами, начиная с Андронико Радосского. Это первый век до нашей эры, вплоть до комбинаторов Аристотеля. То есть возникает первый такой парадокс. Он состоит в том, что тексты, не предназначенные для широкого круга читателей, эзотерические тексты, иногда не отредактированные, написанные сложным языком для самого автора, для Аристотеля, и составили то, что мы называем аристотельским корпусом сегодня. И именно этим текстом пришлось стать главными текстами всей традиции, не только европейской, но и арабской и еврейской средневековой традиции. То есть вот эти вот эзотерические, иногда темные тексты стали достоянием человечества и волей истории, духа истории, замысла истории, прошли через две тысячи лет как главные тексты всей интеллектуальной традиции разных культур ислама, иудаизма, и христианства. А потом, естественно, и филологической культуры 19-20 веков. Это первый момент. И сейчас не буду говорить о том, о тех анекдотах, которые дошли до нас, рассказывая о том, что эти тексты лежали в подвале 200 лет, потом они были оттуда извлечены, попали благодаря императору Суви в Рим. Это вы все можете прочесть в античных источниках. Меня волнует другое. Характер этих текстов, филологическое их состояние, отличается от диалогов Платона. Потому что большинство текстов, особенно текст метафизики, дошли до нас в очень, в таком, достаточно непростом, скажем так, состоянии. Их разобрать и интерпретировать гораздо сложнее. И вот вторым сюжетом, который я хотел бы сейчас вам предложить, то есть вот адресаты текстов, узкие группы учеников, неожиданно именно эти тексты сохранились, в то время как популярные пропали. И вот эти эзотерические тексты стали постепенно проникать в культуру, в читательскую культуру. Каким образом? Вообще в культуру человечества. Каким образом? Тоже весьма необычно. Ведь западному латинскому читателю Аристофель был известен до середины XII века в очень небольшом объеме. Как известно, в начале VI века на латынь перевел категории и об истолковании северин боятся. Мы знаем из источников, что он перевел еще из аналитики, но аналитики не получили распространения эти тексты в средневековье до XII века. И поэтому от авторов VI века до авторов конца XII века, например, для таких авторов, как Пьера Белляр, который умер в середине XII века, Аристотель прежде всего учитель логики, логического начления, но в очень небольшом объеме, в объеме категорий и интерпретации, герминатип. Интересно, что эти идеи Аристотеля сослужили очень серьезную, важную службу в теологических дискуссиях XI века, когда были дискуссии о предисценации в IX веке, а потом в XI о природе евхаритической. И вот, когда шли дискуссии, как раз тема субстанции, акциденции, или субстанции и существенных свойств учения Аристотеля вышли на первый план. Например, что, как мы можем истолковать вид хлеба и вина, что это акциденции, но каким образом тогда акциденции хлеба и вина могут быть присущи субстанции крови и тела Христова. То есть, как видим, философия Аристотеля даже в таком узком объеме очень глубоко вошла в теологический дискурс европейский, западноевропейский того времени. Но в отличие от латинских читателей, арабские мыслители узнали Аристотеля гораздо раньше, середины IX века нашей истории. Конечно, при посредничестве сирийской культуры, когда арабы завладели вот этим всем пространством культурным, которое тут прекрасно описано Аверинцевым в условиях книги «Многоценная жемчужина», где написано громадный мир сирийской культуры, то арабы проявили большой интерес к Аристотелю и философии вообще. И уже в Багдаде возник переводческий центр. Переводили как с сирийского на арабский, точно даже и с греческого на арабский язык. И возникло явление, которое принято называть арабским перипатетизмом или арабским аристоперизмом. Такие авторы, как Аль-Киньви, Аль-Параби, «Ибн Сина» в латинском прочтении «Авецэн», «Ибн Прушт» в латинском прочтении «Авероис». То есть авторы от IX до XII века, «Авероис» автор XII века. И вот там мы находим не только обширное введение философии Аристотеля, но и очень глубокий и обширный комментарий основных текстов стагеритов. И нужно сказать, что именно арабы явились такими посредниками между греками и латинским западом, посредниками, которые восприняли Аристотеля в свою культуру, перетолковали его, снабдили комментариями и показали, как мысль Аристотеля, мысль артикулированная в метапизике, в трактате о душе, о небе, как эта мысль может быть применена к теологическому содержанию, к обсуждению теологических идей. Не в том объеме, как это было назад, в объеме категории, а в более широком объеме, в объеме всего корпуса аристотелевского. Не только арабы, но, нужно сказать, о средневековой еврейской мысли в первую очередь нужно упомянуть Моисея Маймонида, для которого он умер в самом начале XIII века. Летно-Маятвинского как Ибн Руш, как и Маймонида были важными авторитетами. И вот для Маймонида Аристотель тоже был очень важным, центральным автором, которого он использовал как в философских своих трактатах, так и в религиозах. Получается, что только к началу XIII века Запад узнал полного Аристотеля. Альбертус Магнус, Альберт Великий, учитель святого Фомы, был первый средневековый автор, который откомментировал все произведения Аристотеля. Написал комментарии каждому из них. И Фома Аквинский сделал немало для того, чтобы откомментировать Аристотеля и, с одной стороны, придать ему более ясный и последовательный вид. Когда я работал по своей книге «Фоми», у меня там был раздел «Фома и Аристотель». И я цитировал высказывания Фомы, когда он иногда ловит Аристотеля на непоследовательности, на противоречиях, и пытается его эти противоречия разрешить. То есть, с одной стороны, он пытается придать Аристотелю более стройный и последовательный вид, вид некой системы. Не знаю, насколько это ему удалось. А с другой стороны, он пытается оградить Аристотеля от так называемых артистов, профессоров факультета искусств, факультета с артиумом. Это базовый факультет университета средневековых, которые обратили внимание на так называемого аутентичного Аристотеля, что во многом стало угрожать христианской доктрине. Вообще, это, конечно, миф. И Аристотель Фомы не менее аутентичен, чем Аристотель, например, Сигиро-Брабанского. Но так в литературе это подано, я сейчас не хочу углубляться в детали. Скажу только, что, интерпретируя Аристотеля, Фома преследовал очень много разных целей. С одной стороны, Аристотель обогащает его моральную философию. Это видно особенно по большому второму тому Суммы Теологии. Второй том, состоящий из двух больших книг, из двух больших частей, где Аристотель его учения о добродетелях, учения о законах, политические идеи обогатили интеллектуальные ресурсы Фомы в обсуждении очень многих насущных проблем. С другой стороны, для Фомы Аристотель был также инструментом вообще мышления. И мы видим, как тщательно он интерпретирует вторые аналитики. Для Фомы Аристотель, особенно вторая аналитика, это теория наук. Средневековье, вторая аналитика, это теория наук и методология средневековья. И в-третьих, для Фомы Аристотель, конечно же, учитель естественного разума. Данте называет в своем практате Кир Аристотеля учителем человеческой рациональности, маэстро, учителем человеческой рациональности. Но только гуманисты, помним нашу лекцию, нашу беседу о Платоне, только гуманисты XV века с их лозунгом к первоисточникам, к первоистокам, подошли к Аристотелю, скажем, в неком другом ключе. И здесь очень важная роль принадлежит издателю практата Аристотеля, Альбусу Мануцию, Альбусу Старшему. Это итальянский издатель, Венецианец, который издал пять томов в греческом оригинале Аристотеля в самом конце XV века. При Альбусе или Альбии работало около 30 филологов, 30 специалистов по античным текстам. И перед нами, вот именно в конце XV века, мы имеем первое книжное издание трактата по арископии. С тех пор в XVI-XVII веках Аристотель много раз переиздавался во Франции, в Швейцарии, в Базове, например, его издавал Размер Актердамский, вплоть до XIX века, когда возникла собственно классическая филология как дисциплина, возникли специальные методы филологические, теоретические методы исследования текста. И Беккер, немецкий филолог, в 1831 году издал впервые Академии, такое вот издание трактатов Аристотеля, оффера Аристотельской сочинений, которые с тех пор, с 1831 года, стали основой всех академических, критических изданий и произведений Аристотеля. То есть вот, 1831 год. Собственно, вам легче будет ориентироваться, если мы запомним три основные даты, отмечающие развитие переход к нам текстов Аристотеля. Первая дата, это примерно 40-20 годы до нашей эры. Это первое издание, рукописное, конечно же, текстов Аристотеля, предпринято Андроником Радовским. То есть 40-20 годы до нашей эры. Второе, это конец 15 века Венеция, издание Альдуса, пять томов греческого региона. И берлинское издание 1831 года, это как бы третье явление Аристотеля, уже в таком критически оснащенном, текстологически сделанном. У нас, к сожалению, в наших традициях, и в украиноязычной, и в русскоязычной, Аристотель пока не существует. Как верно заметил в одной из своих стадий Сергей Сергеевич Чаверинцев, мы прошли мимо Аристотеля. Почему? Это другой вопрос, это другой разговор. Тем более удивительно, что для нашей киевской традиции, могилянской традиции, Аристотель был очень важной фигурой. И лекции, скажем, курсы, лекции 17-18 веков профессоров могилянской академии были так густо замешаны на философии Аристотеля. Подчеркиваю, не на произведениях Фомы Атлинского, а именно на философии Аристотеля. Но с тех пор утекло много воды, и еще не сделано ни одного академического издания. В нашей же украиноязычной традиции, к сожалению, отсутствуют главные произведения Аристотеля. У нас есть перевод только риторики, поэтики, политика Аристотеля, и Никомахова Этика Аристотеля. У нас полностью отсутствует метафизика, трактат о душе, органон Аристотеля. Ну, собственно, весь основной корпус. Это, конечно, затрудняет работу с этим наследием. И здесь я хотел бы сказать, в завершении этой лекции, чтобы она не была очень внимательна, чтобы вы не искали особенно, сказать, что когда мы открываем эти тексты эзотерические, аристотические тексты, мы вступаем совершенно в любую миг. Здесь нет яркости, платоновских мифов, образов, сравнений. Здесь перед нами впервые проступает профессор Килософий, который задумывает свои, или воплощает свои идеи в виде таких лекционных курсов, строго продуманных. Там, конечно, может быть очень много образов, сравнений, подачи разных мнений, но это все-таки совершенно другие тексты. В следующий раз мы о них поговорим подробно. И вот когда мы читаем эти тексты, у нас совершенно другое впечатление. Когда я был студентом, переход от Платона к Аристотелю воспринимался очень болезненно. Но нужно понимать, что это вообще переход от яркого платоновского мира, философского, к миру академической философии. В академическом мире, можно так сказать, победил стиль Аристотеля. Принято писать именно в таком виде. Писались диалоги Джордана Бруна, Николай Кузанский писал в виде диалога. В 20 веке пытались писать в такой яркой форме. Но все-таки эта форма где-то более маргинальная для философии как науки. И вот читать эти строгие, иногда на первый взгляд скучные тексты гораздо сложнее. К ним нужны особые ключи. К ним нужен особый подход. Но нужно помнить, что Аристотель остается главным учителем западной традиции. И не только он учителя Запада. Я закончу этой мыслью. Мне кажется, она очень важна. Сейчас мы говорим о плюрализме культуры, о непонимании культурами друг друга. О том, что у нас нет общего словаря, общего языка, который позволил бы нам понимать друг друга. Этот язык был. Он существовал примерно с 9 по 14 лет. Он существовал более пяти веков. Этот язык позволял в одной плоскости или в одном интеллектуальном контексте дискутировать мусульманам, иудеям, христианам и другим интеллектуалам. Дискутировать друг с другом. Это язык, язык Аристотеля. Аристотелю удалось, конечно, помимо его намерений, текстам Аристотеля удалось стать общим словарем всей философской традиции. Согласитесь, это немало, выработать общий словарь человеческого мышления. Это довелось не Платону, который начинает проблемы, продумывает наперед все возможные ходы философии, бутуаевских и так далее, но именно Аристотель, а не Фома, дает нам общий словарь. И сегодня, когда мы открываем современные исследования аналитических философов по метафизике, антологии, отчасти эпистемологии, в большей мере политике и моральной философии, мы видим, что они до сих пор пользуются словарем философии. Согласитесь, это достаточно неожиданная и удивительная вещь. Аристотель учитель не только Запада, и Аристотель автор словаря научного мышления, философского мышления. На этом мы закончим с вами нашу седьмую беседу. Комментарии, пожелания, вопросы вы можете писать под этим разговором, беседой нашей с вами. И хорошего вечера. Напоминаю, что сегодня вечер, накануне дня в сексе. Всего доброго. Добрый день. Меня зовут Андрей Баунейстер. И я хочу продолжить цикл бесед о том, как читать философские тексты. В этот раз наша тема «Критика чистого разума Канта». Ей мы и посвятим ближайшие беседы. «Критика чистого разума», наверное, является книгой номер один всей философской традиции. И по праву она считается самой сложной книгой. Сегодня я хотел бы сказать о том, как создавалась эта книга, и поговорить об особенностях текста. А уже со следующей беседы мы бы вошли в более глубокий круг проблем и рассмотрели бы идеи, которые в этой книге содержатся. Итак, можно начать вот с чего. В этой книге все необычно. Написание этой книги нарушило все мыслимые правила. Писание философских текстов. Идея пришла на ум 45-летнему человеку. Эта идея реализовывалась на протяжении 12 лет. И была опубликована, когда автору было 57 лет. Не только по тем временам, но и по нынешним временам уже очень зрелый возраст. Как возникала эта идея, и как писалась книга? Здесь у нас есть свидетельство самого Канта. Он писал иногда письма, письма своим коллегам, таким как Маркус Херц, например, или Моисей Мендельсон. Из этих писем мы можем узнать следующее. В 1772 году он пишет Марку Херцу о том, что он пришел к идее написания текста о методах, о истоках и о границах человеческого разума. И эти границы человеческого разума, собственно, истоки, границы и методы, и должны описать круг проблем, которые раньше назывались метафизикой. И что интересно, в этом же письме он пишет, что готов написать этот текст за 3 месяца. Итак, 1772 год. Кант приходит к некоторой идее, пишет об этом в письме и обязуется написать за 3 месяца книгу. Но оказывается, что реализация этой идеи потребовала целых 12 лет. Если мы прослеживаем эти идеи дальше, мы можем отметить еще одну веху. Книга опубликована была в Риге в 1781 году, а два года спустя в письме к Моисею Мендельсону Кант пишет еще одну интересную вещь. Он говорит в этом письме о том, что продумывал эту книгу на протяжении 12 лет, но написал ее за 4-5 месяцев. Итак, продумывалась эта книга 12 лет, причем он подчеркивает, что все части книги сложились у него в голове. Он продумывал ее с разных сторон, прежде чем занести мысль на бумагу. Итак, 12 лет мышления, 4-5 месяцев создания этой книги. Вот книга опубликована в 1781 год Риге. И первые годы после ее публикации становятся очевидным факт провала издательского этой книги и факт провала философского. Самые его близкие друзья читают книгу несколько лет. Тот же Моисей Мендельсон, которому он писал два года спустя, пишет Канту о том, что постоянно откладывает чтение его книги, возвращается к ней только тогда, когда его душа приходит в спокойствие. Эта книга, критика Канта, причиняет ему психологическую боль. Ему тяжело ее читать. Другой друг Гамман читает эту книгу три раза и говорит другому своему коллеге следующие слова. Я трижды перечитывал эту книгу. Я попадал постоянно в тупик и надеялся, что четвертое прочтение позволит мне из этого тупика выйти. Только спустя еще три года книга получает признание и она распродана наконец в 1786 году, спустя пять лет после ее издания. И уже в 1787 году Кант пишет вторую версию этой книги, выходит второе издание, о котором мы поговорим в следующей беседе. Итак, нарушены все каноны. Очень зрелый человек. Приходит к некой идее, продумывает ее и 12 лет воплощает. Если говорить о стиле критики чистого разума, то здесь нужно отметить очень сложный, запутанный стиль, который удивляет читателей того времени. Потому что стиль Канта до критики был ясным, прозрачным стиль писателя эпохи просвещения. Мне кажется, между прочим, сам Кант об этом говорит несколько раз о том, что он специально изобретает такой жанр, такой стиль, для того, чтобы этот стиль адекватный, жанр адекватно отражал новую идею. Он чувствует, что он новатор, и под это новаторство требуется некая новая форма. Я бы здесь добавил, что эта форма создает своеобразную защиту от невежд. Кант создает такую книгу, которой может приступить только специально подготовленный человек, который решил пройти с Кантом этот путь до конца, который хочет работать с этим текстом. Иначе текст остается неприступным, как некая средневековая крепость. Его нельзя взять с тылу, его нельзя взять в обход. Это нужен очень долгий процесс работы. Теперь я хотел бы обратиться к текстологии. Польский переводчик и философ, известный Роман Ингардем, который в последние годы своей жизни переводил критику чистого разума на польский, написал небольшое предисловие к своему переводу. Он там пишет, что сам текст Канта отличается несколькими странностями. Во-первых, очевидно, что Кант писал очень быстро. Это мы уже знаем, 4-5 месяцев. Представляете, там около 900 страниц. Где-то он должен был писать 9 страниц в день. Второй момент. Мы замечаем, что текст скомпонован из разных кусков. Такое впечатление, что Кант собирает разные фрагменты, которые он пишет со второй половины 70-х годов. И поскольку эти фрагменты бессвязны, содержат разные идеи, то уже в 1780 году он решает соединить их в некой сквозной линии. И для этого как бы заполняет пробелы новым текстом. Итак, у нас есть некий пазл конца 70-х годов и желание выписать некую линию, связывающую все эти фрагменты в один текст. И это сказывается при чтении. Интересно, что почти каждый большой раздел начинается очень ясно, очень прозрачно, четкие дефиниции, читать более-менее легко. Но чем дальше мы читаем, тем более темным и путанным становится текст. Так происходит и в начале трансцендентальной эстетики, в начале трансцендентальной логики и в начале диалектики. Три большие части критики чистого разума. То есть, даже первое внимательное чтение дает понять о том, что Кант заполняет эти лакуны, заполняет эти пробелы более поздними вставками. И эти ставки более четко прописаны. В то время как старый, сырой текст требует вычитки и требовал бы еще более тщательной обработки. Интересно, что Кант так спешил. Осенью 1780 года закончен манускрипт, который до нас не дошел. Осень 1780 года. А уже в мае следующего года на Лейпсовской ярмарке эта книга появляется. Вот между осенью и мая процесс, быстрый процесс набора и издания книги. И когда Кант рукопись создает, он ее не вычитывает. Невычитанная рукопись попадает издателям, они ее быстро набирают. Идет процесс работы над этой книгой. И в результате мы получаем не только темный, путанный, скомпонованный из разных фрагментов текст, но вдобавок еще текст невычитанный, который Кант поспешно отдает издателю. Это накладывает на текст еще особую ауру смутности, непонятности и темноты. Второе издание 1987 года было также Кантом невычитанным. И вот выходит эта книга. Ее современники пытаются понять. Первые читатели и друзья несколько лет затрачивают на ее чтение. И эта книга постепенно входит в культурное пространство в начале Германии, потом Европы. Когда выходит эта книга, Фихте заканчивает второй год университета Йены, где он изучает теологию. В это время Гегель учится в гимназии, ему 11 лет. Шеллингу, будущей звезде трансцендентальной философии, шесть лет. Именно эти три человека, не только они, еще много имен, но именно эти три человека придадут тексту Канта новое дыхание. В это время им, соответственно, 19, 11 и 6 лет. Шестилетний Шеллинг потом, будучи уже зрелым философом, напишет некролог на смерть Канта. Ну и, наконец, что я хотел бы еще сказать в нашей первой беседе. Как сам Кант видел этот текст? Интересно, что Кант на момент издания «Критики чистого разума» не считал, что это его главное произведение. Он считал, что это подготовка будущей метафизики и считал, что метафизику эту, научную, как он считал, он создаст максимально короткий срок времени. Максимально краткий срок времени. То есть это задумывалось Кантом как некое вступление, как расчищение пространства для новых философских идей. И то, что он считал только вступлением, только подготовкой, впоследствии оказалось его главной книгой. В результате он не написал той метафизики, о которой планировал написать. В конце концов, его научные интересы стали развиваться в совершенно другую сторону. И тот проект трансцендентальной философии, который намечен в «Критике чистого разума», он постоянно пытался перерабатывать. И в сочинении, которое было издано посмертно, которое он писал непосредственно уже перед своей смертью, в полусознательном состоянии иногда, в этом последнем предсмертном произведении мы видим очень много определений трансцендентальной философии. То есть Кант недоволен тем определением, которое дано в «Критике чистого разума». Кант считал, что этот путь он только начинает и пытался его максимальным образом воплотить в реализацию. Таким образом, «Критика чистого разума» это нереализованный проект, который продумывался 12 лет, был написан поспешно за 4-5 месяцев и которому суждено было стать главным трактатом философской традиции Запада. Что это за идеи? Мы поговорим об этом в следующий раз. А ваши пожелания, комментарии, вопросы вы можете помещать под этим видео. До следующей беседы.